всем привет это координационный центр меня зовут георгий георгиевский мы продолжаем серию видео интервью приуроченных к 20-летию координационного центра сегодня у меня в гостях кости преображенский детский проект жужа жужа ru всем привет всем привет кость я начинаю свою беседу с друзьями с такого важного главного вопроса с чего начался твой интернет мой интернет начался с самого начала то есть это было больше чем даже 25 лет назад то что случайно у товарища оказался модем и показал как значит можно не только в текстовом виде получать какую-то информацию но и в графическом вот и что вот это ощущение действительно очень сильно было то что вдруг почувствовал что весь мир у тебя на кончиках пальцев это конечно удивительное ощущение да это было где-то девяносто седьмом году где-то шестом 97 с тех пор мир также на кончиках пальцев но уже нет конечно уже нет то есть уже там скорее головная боль чем кончики пальцев а что для тебя сейчас рунет и интернет в целом рунет это в принципе уже скажем так не очень интересное такое социально-экономическое образование вот в котором есть все к сожалению и много хорошего но к сожалению уже много плохого то что как ни странно да всякие не очень хорошие люди тоже используют эти технологии вот и поэтому к сожалению если раньше была общая расслабленность и вальяжность такая вот и именно ощущение что вот во первых мы впереди планеты всей да во-вторых мы вместе с ней да то сейчас и никаких там ограничений в принципе не было то сейчас конечно нужно все время быть бдительным скажем так быть форме вот и как бы соответствовать что называется вызовом времени вот но с другой стороны конечно что очень приятно создавать вот сознавать то что если бы не то чтобы построили да то к чему 25 лет это как раз я думаю что это и спасло в принципе наш интернет что большие дяди как бы делили там страну и дальше да и это на песочнице ну типа возитесь и возитесь да и вот то что из него действительно выросла такая свободная достаточно свободные проекты до свободы свободная индустрия такая до которая развивалась ну независимо ничего да и соответственно вот сейчас когда случилась эта беда с коронавирусом да я не знаю то есть что случилось бы страной если бы не было интернета вот просто даже на таком уровне да что единственная технология и в принципе единственная там инфраструктура которая объединяла страну да вот связанная страна там планировали региона вообще закрыться то есть да вот одно это все спасло в том числе страну и испытываю законную гордость что это случилось несмотря на все наши старания мы с тобой записываем нашу беседу на двадцать пятом рифе до помнишь ли ты свой первый риф ну да он первый риф и был первым как это было сложно сказать как это было то что это было в пансионате бор там сейчас просто какие-то другие цифры но у меня такое ощущение что там было человек 20 до сейчас его цифру что он было 200 человек но вот честно не помню что он 200 то ли это был нулевой риф то есть вот на котором мы были то что реально то что там все сидели в одной комнате за одним столом а потом меня дочь которая тоже там сейчас связано с интернет индустрия вот она спрашивает папа папа а откуда ты всех знаешь и тебя об откуда все знают там все этом и волошь и маринистом и даже жодик георгиевский вот я говорю ну просто там действительно все все на 20 сидели за одним столом просто там и пожимали друг другу руки и додумали чем нам еще заняться как бы чтобы дальше да вот естественно мы все между собой знакомы и поэтому вопросы за разряда чем заняться чем занимаешься сейчас расскажи аж уже в конце концов то есть интернет экономика на несколько утомляет но и это действительно стало индустриальным уже моментом то что как креатива практически нет то есть там креатив в чем-то другом да и вот друзья предложили помочь им с таким богатым проектом с детскими сказками вот который называется детский сказочный сериал жужа вот он сервил такой интегрированный то что мульти как все раньше говорили мультимедийный но сейчас как-то сейчас все мультимедийные по принципу вот и поэтому может и потребовалась моя помощь то что он выходит это классическая детская сказка добрая до такая борьба лучшего с хорошим что называется которым ну там практически нет отрицательных героев то есть там они как школьные хулиганы да ну они отрицательные герои ну да наверное то есть ну это же школьники это даже наши хулиганы что называется и очень добрая сказка для детей что называется младшего школьного и старшего дошкольного возраста которая выходит виде книжек в виде приложений для тех же самых айпадов айфонов аудио сказок радио спектакли и так далее то что ну достаточно неплохо развивается неплохо развивается вот сейчас наш автор как бы художник он вошел вот буквально сейчас оживает активность после вируса и вошел в состав жюри детского конкурса рисунков шанхайской книжной ярмарки то что вот будем развиваться будем развиваться развитие представь себе что вокруг нас 31 год прошло 10 лет с момента нашей сегодняшней с тобой записи мы с тобой на рифе 35 встретились и осмотрелись вокруг какой интернет нас окружает и вообще какой мир нас окружает я думаю интернет уже не будет а что будет кучи в голове распределенного то есть все будут в облаке в облаке это одно большое облако даже может и на нас того и не будет был как в матрице где-то будет матрица смотрится я думаю матрица будет точно интересно сравним встретимся с тобой через десять лет и послушаем твои слова хорошо то есть я я оптимист я оптимист я понимаю разделяет твой оптимизм скорее всего действительно мы будем все в какой-то матрице и будем на самом деле даже ближе к друг другу чем сейчас да если все не грохнется то есть 21 год это 20-летие координационного центра чтобы ты хотел пожелать координационному центру и вообще доменной отрасли в целом 20-летие или на какое-то будущее доменной отрасли я могу пожелать только одно что больше доменов хороших разных акц это действительно наша любимая организация вот которая я считаю что сделала сделала да очень много для популяризации в том числе интернета в нашей стране то что я попомню все эти наши десанты на кораблях то есть лучшем стиле и духе ильфа и петрова то что когда мы ездили по волге несколько раз кстати да и несли свет интернета приводским городам вот рассказываю и приобщая местные населения так сказать уже реально то что также все студенты сбегались если ты помнишь все 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 продвинутые люди на эти корабли посмотреть просто что приобщиться и понять что такое я думаю то что опять же в 21 раз скажу что то что вот это интернет позволил сохранить связанной стороны вот то что люди знали что это как бы и умели им пользоваться вот нашему времени да вот пандемии это во многом том числе и заслуга усилий координационного центра который ввел эту пропаганду интернета и обучение прежде всего обучения значит будем продолжать да конечно конечно спасибо константин за нами будущее спасибо большое за разговор с нами был константин преображенский это корреляционный центр увидимся на следующем интервью всем пока